Самая продолжительная и самая страшная осада города не только в истории нашей страны. Так говорят о блокаде Ленинграда. Инессу Кривцову из оккупированного города эвакуировали в 42-м. Ей было всего 4,5, но те события врезались в память и остались там навсегда. Летел самолет и меня ранило. Ну и, наверное, мать ранила. Это я уже не помню. Я попала в больницу 4,5 года и потом попала в первый смольницкий детский дом. Потом Инесса Ефимовна попала в Армавир. Там ее усыновила семья из Сочи. О судьбе своих родителей она не знает по сей день. И таких судеб тысячи. Окупация фашистами города на Неве длилась ровно 872 дня. Практически без шансов выжить, но с большой надеждой на спасение. Как подтверждение, вот это обложка журнала. Он был выпущен в 44-м в Ленинграде. Несмотря на лишения, на страницах газеты – песни, стихи, частушки, которые помогали в трудные времена. Несмотря на военное время, печатались газеты и подбадривали людей, чтобы поддержать их дух. Сегодня в Сочи проживает 77 блокадников Ленинграда и три участника освобождения. Каждому в честь 75-летия со дня снятия блокады города-героя подарили специально изготовленные к этой дате медали. Память о этом подвиге больше нужна не вам, конечно, а нашему поколению. Надо, чтобы наши поколения, они здесь присутствуют, наши ребята и девчата, они знали об этом великом подвиге. Они знали о тех людях, которые ценой своей жизни защищали родину. Школьники Сочи хорошо знают о подвигах своих земляков, прекрасно понимают, какова цена сегодняшней мирной жизни. Мне кажется, что то, что они пережили, это невозможно даже себе представить. Голод, бомбежки, эту войну, эти нечеловеческие условия выживания. И мы никогда не забудем наших героев и их такой подвиг. В целом из Сочи на фронт ушли 18 700 сочинцев. А в 4,5 тысячи из них не вернулись домой. 17 сочинцев получили звание героев, почти половина из них – посмертно. И в Сочи будут обязательно помнить подвиг каждого и вспоминать о нем не только в День воинской славы России, а как можно чаще.